Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зуха Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Героев должны помнить. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил семье героя России Зинудина Батманова ключи от трехкомнатной квартиры. Свеча памяти. В Махачкале прошла патриотическая акция. Сотрудники внутренних дел возложили цветы к памятнику воину-освободителя и зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной. Священные реликвии покинули Агвали. Итоги выставки реликвии пророка смотрите через несколько минут. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил семье героя России Зинудина Батманова ключи от трехкомнатной квартиры. Напомню, в 2015 году инспектор по контролю за лесом Зинудин Батманов вызволил из рук боевиков семью с ребенком. А затем пожертвовал собой, чтобы в ловушку бандитов не попали полицейские. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертной Зинудину Батманову звания Героя Российской Федерации. Вручая ключи, Сергей Меликов заверил, что и дальше будет поддерживать семью Героя России. В Табасаранском районе в селе Гисик открыли памятник воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Памятник установили на территории Гисикской средней школы. Это уже четвертый мемориал, который в эти дни открывается в муниципалитете. Инициатором его возведения выступил уроженец села Магомед Мурадалиев. Официальное открытие памятника стало настоящим праздником. Кроме жителей села, его посетили представители власти и общественники. Митинг завершился возложением цветов к памятнику. В День Победы полицейские возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении сотрудникам органов внутренних дел. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по Дагестану, личный состав ведомства, а также руководители силовых структур. Церемония возложения цветов традиционно прошла на мемориальном комплексе по проспекту Расула Гамзатова. Почтить светлую память сотрудников пришли ветераны Великой Отечественной. В Махачкале прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Вечером 9 мая полицейские возложили цветы у памятника воину-освободителю и зажгли свечи в память о погибших Великой Отечественной. Почтить в память героев пришли министры внутренних дел по Дагестану и руководители силовых структур, а также семьи погибших сотрудников УВД. Участники почтили память павших героев минутой молчания. В завершение акции дети и сотрудники полиции запустили в небо белые шары, как символ мирного неба над головой. На территории центральной джима мечети Махачкалы прошел Ифтар Победы. В этот день все финансовые расходы для проведения совместного разговения в шатре Рамадана взяло на себя Министерство по национальной политике и делам религии по Дагестану. В качестве почетного гостя на Ифтар был приглашен муфтий Дагестана шейх Ахмад Афандим. В коллективном разговении приняли участие министры региона, представители общественной палаты и общественных движений республики. Разрешите поздравить вас со священным месяцем Рамадан. Я неоднократно выступаю, но, как говорят, от повторения молитвы не стареет. Мы сегодня проводим Ифтар Победы, потому что сегодня День Победы. Вот такие мероприятия, такие люди, такая объединяющая сила пока дагестанских народов в сердцах наших будет, мы победим. Любые неисходы. В Сумадинском районе завершилась выставка реликвий пророка Мухаммада. В эти выходные Акбали увидел у себя много гостей. Среди них были верующие со всех уголков Дагестана, а также гости с соседних регионов. О том, как прошло это долгожданное событие, расскажет Карин Даниев. Поток людей не прекращался пять дней и ночей. Чтобы принять огромное количество желающих, пришлось приложить много усилий. К демонстрации реликвий в Высокогорном селе было задействовано более тысячи волонтеров. Среди них охранники, дежурные наблюдатели, контролеры и водители. Без происшествия, без лишних проблем, очень хорошо проходят наши мероприятия. Дай Аллах, чтобы и в других местах тоже вот так же было. Люди тоже очень многие приходят. Наверное, уже больше 30 тысяч человек приехали. Огромная очередь машины, очереди стоят даже до Ботлиха, наверное, даже машины очереди стоят. Приехали все, да, практически, можно сказать. Выставка объединила народы. Здесь в одном ряду стоят люди разных возрастов, национальностей и социальных статусов. Посмотреть на личные вещи пророка, мир ему и его сподвижников, приезжали со всех уголков Дагестана и даже с соседних республик. Вот эта выставка, вот я сказал, когда они нас проводили в Ингушетии, вот прямо встречались, на этой выставке встречались те люди, которые мы годами не могли примирить. Там встречались, примирялись. Вот эта выставка, ну для нас нету большего барраката. И не будет, и не было. Потому что вот это именно из-за этого барраката, вот мы приехали, вот увиделись мы, даже с удовольствием приехали, отдохнули по дороге вот так. А мы из-за этого, наш отдых, еще попадаем в рай. Аллаху милостиву, Он милосерден. На протяжении всех дней организаторы устраивали ифтар. После захода солнца всех, кто проделал долгий путь, чтобы прикоснуться к святыне, ждали накрытые столы для разговения. Завершил пребывание реликвии в Цумадинском районе красочный салют. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Агвали. В Табасаранском районе накануне прошли традиционные майские спортивные соревнования, посвященные годовщине Великой Победы. Участники соревнований состязались в пяти дисциплинах. Это футбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы и настольный теннис. Победители получили медали, дипломы и денежные вознаграждения. В церемонии награждения приняли участие глава Табасаранского района Магомед Курбанов, депутат Народного собрания Дагестана Аллаудин Мирзабалаев и представители общественных организаций. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.